Всем привет, ребят, как ваши дела? В студии Артур Жусупов, ну как в студии, в коридоре. Сегодня у нас необычный выпуск, я буду снимать видео из серии What's in my bag, что у меня в сумке. Потому что давно мы друг с другом не виделись лично, наверное, немножечко вы скучаете по одноклассе, по живому общению. Нет, конечно, вы можете там встречаться где-то, но как бы в офисе мы давно уже не принимаем людей в большом количестве. Поэтому немножечко я вас, нашу кухню, введу. Готовы? Поехали! Сейчас довольно рано, я захожу первый. Вот у нас кабинеты. Так, остался небольшой рабочий беспорядок. У нас вон, да, кабинеты. Еще, видимо, уборщица не приходила. Вот, здесь у нас технический отдел сидит, сам Канофья, он здесь тесты ваяет. В общем, делает крутые вещи. Так, здесь у нас занятия идут. Мы проводим занятия вживую, но с соблюдением всех норм. Вот у нас везде висят такие санитайзеры вместе с жидкостью. И я здесь уже приготовился, на самом деле. Да, вы поняли, что это был небольшой монтаж. А, значит, так, все поставил на столе. Сейчас мы это все приберем. И вот она моя сумочка. Значит, у меня ранец довольно тяжелый. Значит, какой-то фирмы, я не знаю, купил его в магазине. Именно для того, чтобы было удобно с ним путешествовать. Так, ну, прежде чем мы начнем смотреть, что у меня в сумке, посмотрите на какой чудесный вид у нас. Ребят, если вы будете в Алма-Ате или вы в Алма-Ате, заходите в гости. Мы вас проведем на балкон. Вот у нас такой балкон с таким вот чудесным видом. Вот. Те, кто не в Алма-Ате, летом приезжайте. У нас хорошо, много есть куда сходить. Жарко, правда, но когда это нас пугало? Вот. Девятый этаж. Альфа-Раби. 15 К4 В. Бизнес-центр Нур-Лутал. Город Алматы. Офис МСДС. Да, вот у нас такой небольшой офис. В принципе, сейчас мы где-то 5-6 уроков в день проводим вживую. Так что, если вы хотите, и для вас это принципиально, да, занятие вживую, имейте в виду. Мы занимаемся соблюдением всех норм. Я без маски, потому что я пришел первый. Как только начнут приходить люди, естественно, я ее одену. Итак, поехали. Да, вот моя сумка. Она довольно тяжелая, я вам скажу. Но потому что сегодня понедельник. Давайте посмотрим с самого начала. Итак, сбоку у меня лежат атрибут нынешнего времени. Это две маски. Одна выходная, другая на каждый день. Шучу. Ну, так получилось. В общем-то, я обычно, когда в людные места, я захожу, я одеваю сразу две маски. Как говорится, береженого Бог бережет. Так, давайте начнем с внешних карманов. Так, в внешнем кармане у меня ничего нет. Здесь у меня отсек для бутылочки. Но пока еще не так жарко. Поэтому бутылочку я не ношу. Так, мне самому интересно. Окей. Смотрите, сколько у меня барахла. Ключики. У меня есть ключи от дома, от офиса. Один домофон от дома. Один от офиса. И это брелок с ключом от машины. Так, положу пока я сюда. Так, дальше. О! Мой запасной телефон. Да, именно по этой причине. Потому что, если вы до меня дозвониться не можете на выходные или вечером. Потому что телефон я обычно оставляю в офисе. Я в нем провожу очень много времени. А домой ухожу вот с этим. Ни ватсапа, ни телеграма. Поэтому, кто из моих студентов писал мне ночью, он знает, что я обычно могу не отвечать. Все потому, что телефон с ватсапом и телеграмом я оставляю дома. Так, все, больше здесь, кстати, ничего нету. Обычно там ручки. Но сегодня там нету. Так, ну, самая интересная, основная часть. Конечно же, Macbook Air 2016, что ли он, года или 17-го. В общем, такой он простенький. Но на нем я делаю все свои основные дела. Несколько раз он меня подводил сильно. Ну, как подводил, заставил понервничать. Но, в принципе, мы с ним дружим. И это мой, скажем так, сейчас верный самый боевой соратник. Я его очень сильно люблю и ценю. Так, значит, вот такая книга. Почему она у меня оказалась? Потому что я брал ее из библиотеки, из офиса. Это Core Mass C2. У меня были на выходных занятия по группе Alex PPL. И там еще есть парочку учеников. Поэтому, значит, она мне нужна была. Потому что я тоже люблю, знаете, вот эти тактильные ощущения. Конечно, она есть в электронном виде. Кстати, если вам нужна такая книга в электронном виде, подпишитесь на наш Telegram. Значит, ссылочка будет в описании. И там через Telegram я вам ее выдам. Чисто по-братски, не жалко. Так, что еще у меня есть? У меня есть еще вот такая книга. Это AS, A-Level, Mathematics, Mechanics, Revision. Да, то есть здесь у меня Revision Guide. Такой с интересными задачками и, самое главное, краткими формулами. Так, идем дальше. О, ничего себе. Вот такая книжка. Да, поэтому она такая тяжелая. Это A-Level, Mathematics, Exam Board and Excel. Значит, Complete Revision and Practice. Ну, по той же самой причине, для тех же самых занятий, я ее у себя в портфеле держал. Так, теперь у меня вот такая книжка. Оказалось, от хорошего к великому. Иногда читаю. Ну, значит, потому что мы очень сильно хотим стать от просто очень хорошего центра, от очень хорошей компании образовательной к великой компании, которая покорит самые высокие мировые вершины. Мы движемся полномерно на этом пути. Мы не создаем, знаете, ажиотажа, спроса. Вот, поэтому, то есть, как бы, умные мысли, которыми делятся умные люди, значит, знаете, интересно почитать и их применить. Вот, ну, насколько у нас их получится хорошо применить, это вы узнаете, ну, наверное, лет через 5-6. Так, хард, переносной хард, очень ценная информация. На самом деле, наверное, ценность этого харда не в самом этом железе, а в той информации, которая она есть. Я оцениваю ее, ну, наверное, 1400-500 тенге, всю эту информацию. Вот, что там именно? Ну, там видеозаписи, там все учебники, все конспекты, электронные материалы всегда мы храним. Вот, и на всякий случай я его ношу с собой, хотя довольно редко, но, видимо, он мне понадобился для работы. Вот, еще такая книжка, я ее начал давно читать, и никак не могу закончить, поэтому я решил ее с собой таскать, чтобы она мне отяжеляла. Вот, потому что я решил, как только я ее прочитаю. Очень интересная продавец обуви, про то, как Фил Найт вырастил свою компанию, Nike, ну, сами знаете, что говорить. Я могу с вами поспорить, что у вас в гардеробе есть что-то, вот, или было когда-нибудь что-то от этой фирмы. Вот, на самом деле, очень интересная книжка, советую почитать. Вот, так, мой блокнот, мой ежедневник, здесь все мои мысли. Я, правда, пишу, как попало, почерк у меня дурацкий, но иногда важный момент, и он мне очень сильно помогает. Так, что бы вы думали, это планшет, я на нем веду занятия, значит, с помощью него я веду занятия, вот у меня есть ручка и USB кабель. Получается очень симпатично, использую для занятий сейчас программу усиленно OneNote и лид белую доску от самого Zoom. Так, что у меня еще есть? О, это мышка, она, да, вот здесь торчит USB-переходник, она подключается, это мышка от компании Meizu, если не ошибаюсь, или Xiaomi. Очень удобная, она почти как Apple-овская, бесшумная, почти бесшумная. Так, что у меня еще есть? О, конечно же, это Kindle. Здесь у меня есть пару книг интересных, которые я читаю в путешествии или когда есть время, но времени сейчас довольно мало, поэтому я его тоже довольно давно не открывал, но там есть одна книга, которую я читаю, и, значит, в общем-то, это модуль и мысли по репетиторству, по обучению, вот, и, значит, она мне нужна. Так, мой портман, здесь даже есть, здесь есть карточки, мои деньги, карманные расходы, вот, немного, правда, но все равно, какую-то наличность таскать надо. так, так, что еще у меня есть? Да, калькулятор, Texas Instrument, это финансовый калькулятор, подарок моей любимой, дорогой супруге, она, когда училась в магистратуре в Лондоне, значит, ей для занятий, для учебы нужен был, а потом она работу выполнила, в общем, успешно защитилась, и вернулась, и остался калькулятор, я говорю, дай потаскать, она, конечно же, дала, вот, но я, он не подходит для SAT, потому что он финансовый, он считает такие вещи, как MVP, IRR, в общем, когда станете взрослыми, поймете, да, но калькулятор таскаю, именно из-за того, что это хороший калькулятор, и иногда можно выпендриться, это как iPad, или iPhone, знаете ли, в нужном обществе положишь, и все, так, ну все, пустота, больше ничего нет, вот, вы теперь узнали, что у меня, в сумке, находится, а что находится у вас в сумке, пишите в комментариях, очень будет интересно почитать, вот, да, формат олдскульный, но я и сам, знаете ли, олдскульный, ребят, спасибо большое, значит, пока мы ждем результатов, Назарбаев университет, будут выходить, вот такие, вот, какие-нибудь ролики, мотивационные, по фану, и просто, чтобы убить ваше время, с вами был Артур Жусупов, спасибо за лайк и подписку, увидимся, субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,